Добрый день, дорогие друзья! Очередные новости с нашей стройки. На экранах своих телевизоров вы видите утро понедельника 5 июня 2023 года. На стройке тишина. Рабочие на работу не вышли. Вроде бы заболел наш карпетер, а у него проблемы с ногами, артрит. Могу только предположить, что рабочие устают. Действительно, работа тяжелая. И поэтому они решили в понедельник отдохнуть. Для нас нормально, нам спешить некуда, время есть. В начале, как всегда, финансовые вопросы. Мы выслали 23 782 песо. Итого, с начала стройки нами уже отправлено 673 810 песо. В среду к нам обратился один из родственников моей супруги. Попросил, чтобы его приняли на работу. Вначале мы ему сказали, что мы не можем принять. Так, у нас один карпентер работает. Двое рабочих ему помогают, а двое занимаются засыпкой земли, грунта и так далее. Он сказал, что может делать кладку, может делать шкатурку. Ну, он сварщик, об этом я уже знаю. При этом, хочет, чтобы ему платили так же, как рабочему. То есть, не надо ему платить 600 песо, плюс еще 360 снаки. Я имею 360 песо в неделю. А только 400 песо, как обычному рабочему. Но мы все равно, значит, созвонились с нашим карпентером, уточнили у него, что может ли он работать. Именно только на установке забора, ну, возможно, и септика. Потому что мы хотим, чтобы наш дом строил только карпентер. Во-первых, он строит хорошо. Во-вторых, ну, человеку нужна работа. Нам спешить некуда. И поэтому, если он большую работу выполнять будет сам, как карпентер, то, естественно, получит больше. Если разделить на двоих, получит меньше. Карпентер согласился, сказал, все нормально. Поэтому с четверга у нас начал работать вот этот родственник. Он выполняет работы по кладке забора. А карпентер четверга перешел делать кладку в доме. Ну, сейчас как раз он на этой неделе делал кладку стен, спальни. В одной комнате вроде выложил. И вот сегодня, в субботу, когда я связывался, мама моей супруги сказала, что он продолжает делать кладку во второй спальне. То есть он хочет закончить, наверное, скорее всего, на этой неделе. Ну, имею в виду, сегодня, последний день работы. Скорее всего, мы продолжим делать наш забор. Ну, согласую этот вопрос с мастером. Почему? Потому что нам надо еще доставлять и гравий. Три машины и грунт. Девять машин минимум. Потому что мы уже оплатили. Но, скорее всего, наверное, еще штук десять надо будет докупить, чтобы нормально все засыпать. А может и нет. Потому что со стороны канала, там, между забором и домом, в одном месте там метр расстояние, в другом чуть больше. А уже выше, ближе к соседу нашему, там практически уровень земли нормальный. Там можно засыпать, можно не засыпать. Но это мы решим позже. Вот на экранах вы видите, гравик к нам привезли. Засыпали сало. Сало это living room или студия по-нашему. А также одну треть террасы. Это как раз засыпал только один человек. В общем, если у нас будут работать на стройке пять рабочих, один из которых выполняет функцию карпетера, мастера, и наш мастер, постоянный, который строит наш дом, мы каждую неделю будем платить рабочим 15 960 песо. Или же в месяц у нас получится 63 840 песо. Доллары перевести, но так как я отправляюсь через систему денежных переводов, там, курс примерно 53, иногда 54 бывает, ну, 1200 долларов, так, в среднем, будет у нас уходить за месяц. Ну, я думаю, за течение месяца все работы будут выполнены, имея в виду, забор будет достроен до конца, штукатурен и септик. Ну, так как мы сейчас будем засыпать землею, естественно, над забором надо будет сделать какую-то металлическую ограду, так как маленький ребенок, он может подойти и упасть, там, расстояние практически 2 метра. Ну, мы поспорим, потому что у нас основная цель построить дом. Мы планировали вообще-то забором заняться, когда сами приедем. Но, так как забор выполняет функцию упорной стены, мы решили сделать сейчас, так как, когда мы приедем, уже будет сезон дождей, и, соответственно, скорее всего, будет вода, надо засыпать участок. Надеемся, что в течение месяца, я имею в виду, начиная со следующей недели, наш карпентер достроит дом, ему осталось сделать сало, то есть ливинг-рум, и сделать кладку кирпича на террасе, ну, примерно, там, 4 или 5 кирпичей поднять, имеется в виду холлоблоков. А потом, соответственно, выставить колонны, сделать обвязку, сейсмопояс верхний, и уже потом нам придется покупать для фермы металл, наш мастер будет варить все это, потом устанавливать ферму крыши, и после придется купить металлический профиль. Предварительно мы считали, это самый дорогой струйматериал, который мы приобретем. По крайней мере, по нашим расчетам, примерно 5 тысяч долларов обойдется, только материал на крышу. Как рассказывает теща, многие соседи к ней подходят, иногда филиппинцы проезжают, останавливаются, и они отмечают, что дом довольно-таки крепкий, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазило. Они отмечают, что видят, что достаточно большое количество арматуры мы используем. То есть наша стройка немного отличается от строительства нашей провинции. Возможно, в других частях Филиппин тоже самое, строят также, а может быть даже и лучше. Все-таки наша провинция не так подвержена землетрясениям. То есть линия разлома, которая проходит по Минданаву, немножко в стороне от нас. Поэтому, когда трясет, ну, у нас отголоски только. Ну, и тайфунов практически не бывает. Если доходят, то только отголоски тайфуна. В общем, более-менее такой безопасный район Филиппин. Ну, и как ранее я отмечал, вода более-менее нормальная. Вот, кстати, за сегодня он уже поставил здесь холоблоки. Думаю, что во вторник он кладку полностью сзади нашего дома сделает. Имеется в виду кладку забора. Я его попрошу, чтобы он начал делать штукатурку. Согласуем вопрос. Может быть, он один будет все делать. Я имею в виду и раствор, и штукатурить. А может быть, ему так иногда будет помогать один человек, и потом уходить заниматься засыпкой земли. Надо будет согласовать этот вопрос с нашим карпетером. За субботу, воскресенье мы с ним согласуем. И после того, как он зашелкатурит внутри, мы, скорее всего, сделаем еще забор спереди. Вот как раз вы видите сейчас. Оставим довольно-таки свободную большую часть, чтобы машина, грузовая я имею в виду, могла спокойно заезжать, завозить землю. У нас еще есть 9 автомашин. Может, придется покупать больше.